здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами вячеслав котляров спонтанный ролик сейчас буду делать так наша замечательная яруночка обратила внимание мою на ролик загадки русских сказок автор данного ролика нашел интересный материал и просто про него рассказал но никаких версий даже не предположил что такое надо то есть получается в оригинальной сказке за жучкой оригинальной за сучкой да позвал одну ногу потом пять ног но мы даже как бы и по заворе не говорим на говорим нога через а значит я только одну пока версию вы как бы выдвину по горячим следам дам только одну а там еще если это сейчас за сколько разобрал вопросу и рано написала мне труба за 11 минут то есть начале семь минут смотрел ролик потом три минуты думал искал информацию но если произносить не нога не но не через у а нога нога да то получается на змей тогда принципе все становится понятно позвал одну змею позвал потом пять змей нах а как и мы знаем что в русских сказках рептилоидная раса змеи царевны лягушки очень тесно сотрудничали представителями человеческого мира поэтому на сто процентов я не уверяю что это нах но если одна нога это еще как-то можно что-то придраться ну когда 5 он позвал нах тогда уже получается 5 змей то то есть змеи скорее всего здесь и вообще рассказывается не про живых существ а все они это техногенные устройства то есть это нах скорее всего не животное предположительно змеевик вот и помните я вчера шутил что посадили на огороде репку что наши предки и и как это техногенный аппарат выращивали свои космические корабли но стоило мне вчера пошутить в эфире что пошел дед на огород думает нужен ему космический корабль посадил семечко выросла репка космический корабль а по факту инженер примеру дед да его там помощники создали с помощью чертежом чертежей объект космический или космический просто объект технократический не просто запускали его с помощью змеевиков ну это всего лишь предположение но в любом случае в отличие от всех я хоть хоть что-то толковое предложил потому что все бы голову маме что такое нога а нога на нога это ног на гайна благодарю я раночка ну пока возьмем это за рабочую версию там если она копаю ответу обязательно с вами поделюсь и наверное свежим пирожком не знаю на какой-нибудь надо каналу залить может даже на сотовую землю а почему бы и нет как говорится все блогеры ну не все а многие задают вопросы вячеслав котляров отвечает на них быть добры